ЗАПОЛЯРНАЯ СТОЛИЦА 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 так и гости к нам тоже заходят. А какие продукты предлагаете? Мы рассказываем о экскурсионных маршрутах. Это могут быть экскурсии по городу, либо снегоходные экскурсии с выездом за город. Это могут быть туристические маршруты, туры к природным достопримечательностям. Каменный город, Памвашор, Пустозерск и так далее. Помимо этого мы информируем о мероприятиях, которые проходят в нашем городе, о том, где можно приобрести сувенирную продукцию, об объектах размещения, питания, транспортной инфраструктуры, о медицинских учреждениях, банках. В общем, большой спектр информации мы можем предоставить. А кто на сегодняшний день нас предоставляет эти турпродукты? Какие организации, туристические фермы? Вы с ними же сотрудничаете, получается, да? Да, мы сотрудничаем. У нас есть туристическое агентство, например, «Красный город», «Май Арктик Экспедишн». Мы сотрудничаем также с нашими местными мастерами, умельцами, производящими сувенирную продукцию, медицинские учреждения, салоны красоты, в общем, рестораны, гостиницы, заполярная столица, фрикат и так далее. Буклеты. Вот я знаю, что в других птицах предоставляют и на бесплатной основе буклеты, какие-то брошюры. Да, конечно. У нас тоже это есть. Да, да. Любой посетитель нашего туристского информационного центра может получить буклеты, которые нам предоставляют непосредственно организации, занимающиеся туристской деятельностью. Также непосредственно птицам разработана карта-схема города Наринмары, поселка искателей с указанием основных туристских достопримечательностей, с адресами, номерами телефонов, чтобы туристу комфортно. Центр сейчас подведомствен как раз Центром арктического туризма. Да, да. И Центр арктического туризма у нас тоже предоставляет определенные услуги, экскурсии, какие-то туры выходного дня. Расскажите, Алексей, о них. Ну, мы сформировали некий набор экскурсий, чтобы они у нас входили в пределах одного дня. То есть это и выходной день, и на неделе, но в рамках одного дня. Они у нас направлены, это этнографическая составляющая, то есть экскурсии в стойбище оленеводов. Работаем мы с семейно-родовой общиной Сармик. А кем она находится? Она находится в Малоземельской тундре за поселком Нарминос. Порядком 50 километров. То есть если ехать от Центра арктического туризма, в одну сторону будет выходить где-то около 110 километров. То есть сама поездка уже достаточно привлекательная и интересная. То есть мы проезжаем через несколько населенных пунктов, деревень, национальных в том числе. Ну и, конечно же, сама тундра. Ее вот это вот многообразие и разнообразие, особенно малоземельское, интересно, когда мы проезжаем Коровинский хребет. То есть это, ну, особенно в солнечную погоду, достаточно такие шикарные пейзажи, сопки, тундровая такая гладь, снег, тени. Особенно вот любят такие поездки фотографы. Порой интересуются вот то, что касается непосредственно самой тундры. Ребят, вот хотим вот выехать, но нам нужны пейзажи, нам нужны шикарные кадры. Вот даже бывает консультирован в плане того времени, когда лучше выехать. Перед этим мониторим прогноз погоды, чтобы не было никаких там пасмурных дней, была солнечная, красивая погода. Ну и, естественно, само оленеводческое стойбище. То есть это у нас туристы, они могут увидеть, приобщиться к быту малочисленных коренных народов Севера. То есть увидеть, как они живут. То есть все происходит, в принципе, в режиме интерактивности. То есть если проверить сетку вместе с оленеводом или попробовать поймать тензеем оленя. У нас буквально не так давно была семья приезжала, когда привезли их в стойбище, они говорят, а можно мы на упряжке прокатимся? Да, конечно. Их разделили по разным упряжкам, они проходились. Мужчина выходит с упряжки и такой говорит, ничего сложного управлять оленем, просто хореем, там, взад ему тычешь и свободно едешь. Можно, говорит, я попробую? Ради бога, пожалуйста. То есть все ему показали, где за что брать, как управлять. Но, тем не менее, супруга у него села на нарты. Вот, он буквально провез ее метров 10-15, она у него выпала, потом у него олени стали кружить, там, оленевод пошел, помог ему. В итоге он приходит, весь такой запахавшийся, говорит, не, ребят, оказывается, все не так просто. То есть нужен не только навык, нужно знание, опыт. И посещение стада оленей, увидеть их в естественной среде, как они питаются, даже банально увидеть то, что они едят, и как они это делают, добывают ягель. Это тоже людям интересно. У нас тоже была одна из групп, и там была преподавательница уроков географии, экологии, так она вот этот ягель собирала, она говорила, Алексей, помогите мне найти карликовую березку, я хочу ее увидеть, или карликовую иву. То есть она вот эти вот вещи, она просто... То есть не местный был. Не местный, не местный, да, группа стулы была, вот. И вот они вот просили материалы такой для ребят в школе, потом в одной из тульских школ, тульских школ, сейчас будут показывать вот нашу вот... Природу, часть природы. Природа, да, потому что, говорит, у нас это было, но все с советской эпохи еще увяло, завяло, разрушилось. И, говорит, кстати, варианты, которые были представлены у нас, они отличаются от тех, что вот сейчас у вас, я говорю, ну, это... Север, он большой, он бескрайний, и в одном месте она в определенный сезон одна, в другом другая. Знаю, что у вас была и китайская делегация, да? Что им показывали интересного? Ну, китайцев в основном интересует тоже этнографическая составляющая, вот, выезды в стойбище оленеводов, их быт, вот. То есть там в большей-то степени еще и деловые вещи, то есть возможность наладить взаимоотношения. Угу. Вот. Пользуется популярность и охота, и рыбалка у вас, насколько я знаю, да? Расскажите, куда можно отправиться, чтобы... Ну, охота и рыбалка у нас был опыт, он и для нас опыт, и опыт для общины, с которой мы взаимодействовали по охоте на побережье Баренцева моря в районе пловоства Сингейский. Получилось как? Мы отработали три группы, и исходя из этого, ну, поняли, осознали, что в тех условиях, в которые мы привезли группы, например, да, вот это был оленеводческий чум, не очень это устраивает. Нужны комфортные условия, нужна стационарная база, нужны, ну, набор егерей, поваров, то есть определенный комплекс. Поэтому мы сейчас, в силу того, что мы не имеем таких возможностей, да, баз, там, вот территорий, поэтому мы сейчас их просто перенаправляем, имея определенный перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, кто занимается этими, кто имеет и такие возможности, мы перенаправляем на них, сводим. А для отдыха с детьми что-то предусмотрено? Куда можно отправиться, что посмотреть? Или можно приехать прямо в турцентр? У вас же тоже есть там и гостиница, и комплекс игровой. С детьми, с детьми у нас, ну, это вот то, что вот городок у нас есть, да, это в летний период, сейчас, к сожалению, не погода. Есть по стране опыт хороший достаточно, тоже в условиях севера, где вот эти висячие городки различные, аттракционные, они на открытом воздухе и функционируют круглогодично. Безусловно, это требует, ну, определенных финансовых вложений. Вот, пока мы не заработали, чтобы инвестировать их в эти вещи, ну, к этому, возможно, когда-нибудь перейдем. А так, семейный отдых, да, это вполне реально на краткосрочные выезды. Особенно вот сейчас вот хороший период времени, март, апрель, когда погода уже более-менее теплая, когда световой день длиннее, можно абсолютно свободно выезжать с семьей на ближайшие озера. И вот подледный лов, это вот, ну, я просто сам практикую это со своей семьей, например, выходные дни, когда они свободны. Мы вот так вот делаем, и, ну, это и укрепление семьи, это и улучшение взаимоотношений в семье. Поэтому мы эти вещи позиционируем только с позитивной точки зрения и предлагаем их в том числе. Экскурсии тоже предлагаете? Вот что можно посмотреть? Как правило, мы предлагаем, вот, например, это обзорные экскурсии в окрестностях Ринмара. Как раз у нас есть один из маршрутов такой, он может быть... Маршрут один, но он может быть нацелен на разную аудиторию. Это может быть и драйв-тур, когда активно так вот передвижение на скорости. Это может быть и для различных возрастных категорий, может быть спокойным, размеренным. Но суть в том, что он показывает разнообразие нашей местности, потому что она сменяется тундра лесом. Лесо тундра, есть сопки, есть вообще прямо такие участки, тайги, островки такие, да, но они тоже есть на этом маршруте. Разнообразные, буквально на несколько часов, с остановкой на то, чтобы попить чай из термоса и съесть пару бутербродов, которые за это время не успевают заморозиться. Вот. И на самой территории, на вашей тоже центре арктического туризма, можно посетить Чум. Да, у вас есть прекрасный специалист, Ксения Филипповна. Да, у нас на постоянной основе действует экскурсионная программа «Ань Дарова». Это рассказ о неньских обычаях и традициях, это посещение Чума, это рассказ о неньских идолах, это дерево желаний при желании, это фото в национальных костюмах. Очень интересная, насыщенная экскурсия, рассчитанная абсолютно на любую возрастную категорию. Пользуется спросом. Да, конечно, пользуется спросом, причем большим, да. Для школьников округа у нас также есть программы, постоянно действует этнографическая программа «Родная земля», это курс по краеведению, курс занятий, разделенный на 12 темы, каждый месяц, у нас новая тема, интерактивные занятия, тоже очень детям нравится. То есть вы набираете одну группу, и она вот на протяжении 12... Нет, нет, абсолютно разные, да, просто вот инициативные, вот такие классы часто участвуют в этих программах. Знаю, много у вас этнических праздников на территории округа. Можете рассказать о некоторых из них, самых ярких, интересных? Ну, наверное, самые яркие, и уже можно сказать, что постоянные, это солнце Нового года, это встреча Нового года по ненецким обычаям, когда заканчивается полярная ночь, и первые лучи солнца появляются, и 7 января она празднуется. Вот, в этом году провели праздник «Месяц большой темноты». Это вот как раз, когда полярная ночь только начинается. Тоже получили хороший отклик, тоже людям очень понравился этот праздник. А впереди какие мероприятия ждут жители и гостей округа? Впереди, в планах у нас на... Пока ориентировочная дата, 13 апреля, хотим провести большой праздник, называется «Арктик Йорж». Основной составляющей этого праздника будет подлёдная рыбалка, конкурс по подлёдной рыбной ловле. Вот так же там будет и гастрономическая составляющая, и очень много ещё всяких интересных интерактивов, о которых пока не будем раскрывать все тайны. На данный момент проходим согласование, и в скором времени надеемся объявить об этом конкурсе. А есть какие-то проекты, которые бы хотели реализовать на территории центра? У вас там хорошая площадка, да, основа создана, ну, надо двигаться вперёд. Что это будет такой семейный отдых? Я думаю, там бы тоже хорошо пошёл, да? Да, вообще, как бы максимально стараемся ориентироваться на то, чтобы всегда было у нас интересно и комфортно, и семьям с детьми, и организациям, да, какой-то корпоративный отдых. Это было интересно и для местных жителей, и для гостей округа. Вот в этом направлении стараемся. Да, в центре арктического туризма есть гостиница. Вот если сейчас нас посмотрят, там, семьи с детьми, иметь ли такую возможность приехать, там, снять номер, отдохнуть, сходить там в баню, погулять по территории? Или это только чисто для гостей? Любой желающий, конечно, может к нам приехать и погулять, и покормить оленей, фотосессию в ненецкой одежде устроить. То есть у вас есть фотограф? Нет, у нас есть ненецкая одежда. Вы представляете ненецкую одежду есть. Сколько у вас оленей сейчас? Три оленей. Три оленей. Прекрасных три оленей. Фотосессии тоже можно организовать, да, и свадебные, наверное, фотосессии. А есть, кстати, у вас услуга такая, вот свадьба в ненецком стиле. Я помню, приезжала семья из Мексики, и вот им делали такой обряд. Вообще обряд есть, да, и если есть желающие, конечно, в индивидуальном порядке все это обсуждается и все проводится. Таша, где можно посмотреть, вот какие на сегодняшний момент продукты предоставляет Центр арктического туризма? На вашем сайте, да? Да, конечно. Во-первых, конечно, во Дворце культуры Арктика мы всегда рады гостям, мы всегда расскажем в Туристском информационном центре. А все бесплатно предоставляет? Абсолютно. Вся информация бесплатная? Да, конечно. Бесплатно как для потребителей этой информации, так и для организаций, которые... Ну, это хорошая такая помощь, хорошая бизнесу, да? Да, все на бесплатной основе. А полная информация о Центре арктического туризма на нашем сайте visitnow.ru и в социальных сетях. Хочу сказать комплимент сайта, очень хороший, такой доступный, очень красочный. Я так понимаю, вы им занимаетесь? Да. Ну, помимо того, что у нас, например, отражено на официальном сайте, у людей возникает потребность какая-то индивидуальная. Очень много, кстати, людей, под которых мы делаем индивидуальные какие-то выезды, маршруты, либо адаптируем существующие предложения уже, да, убираем из них какие-то пункты, что-то добавляем, исходя из их пожеланий. Поэтому в индивидуальном порядке тоже готовы отработать, а способны, умеем и отрабатываем. Различные направления у нас тоже. Люди спрашивают, куда вы нас можете, например, увезти? Какая часть региона вам интересна, например, если это наши местные? Если это приезжие иногородние, то, понятно, они регион абсолютно не знают. Сразу, исходя из опыта, начинаем генерировать, можно туда, можно сюда. То есть, в принципе, наши сотрудники, коллеги мои готовы, способны увезти в любую точку региона, куда покажут пальцы. Но это для знающих людей. Те, кто не знают, безусловно, они и владеют набором информации, знаниями, опытом, которые они могут озвучить, довести до людей и предложить, как раз исходя из индивидуальных потребностей. Очень много, например, моих знакомых, которые говорят о нашей ценовой политике. Вообще о стоимости экскурсий, туристских маршрутов у нас в регионе. Ну, вот это мое личное субъективное мнение в отношении того, что средний чек, вот мы даже с коллегами-предпринимателями общались, средний чек по региону – это 10 тысяч в сутки. Ну, вот если мы говорим о приезжих, куда входит питание, размещение, экскурсионное сопровождение, трансферы. 10 тысяч. И эта сумма у нас не меняется практически уже года, наверное, три. А стоимость всего, она дорожает. А если сравнить с другими арктическими регионами, то мы выигрываем в этом плане? Мы выигрываем, конечно. Конечно, к нам в последние два года у нас очень много людей, которые едут на крайний север, вот конкретно для того, чтобы увидеть жизнь оленеводов, увидеть стойбище, увидеть олени, они едут к нам, потому что они до этого мониторили стоимость услуг или предложений в Ямал-Анинском автономном округе. Во-первых, там всё порядком будет дороже. Хотя там ведь и железная дорога, да, вот если сравнить. Да, но люди не готовы тратить время на железную дорогу. Свои отпуска, средняя полоса, например, России, она более практична, продуктивна, хочет использовать. Они вот эти, допустим, двое суток, потраченные на переезде на железной дороге, они лучше эти вот два дня проведут у нас здесь. Это два часа, да? Да, два с половиной часа. То, что касается, например, мнения моих знакомых, например, из города Наринмара, говорят, ну, Лёш, у вас там такая-то сумма, да, ну, скажем, 8 тысяч коленеводом съездить. Вот, я говорю, ребят, вы вот точно знаю, говорю, за ночь в ресторане вы свободно можете потратить 10-15 тысяч, говорю, всего лишь за несколько часов пребывания в ресторане. А тут, говорю, целый день вы едете, получаете огромный багаж эмоций, впечатлений, говорю, и здесь порядка меньше. То есть, ну, это... Конечно. И с пользой для здоровья проводится время, да. Вот, а какие мероприятия, Алексей, пользуются наибольшей популярностью у жителей округа? Какие экскурсии, может быть, любимые маршруты? Ну, вот у нас вот, если смотреть на этот сезон зимний, да, в основном у нас пользовались поездки в стойбище к оленеводам и индивидуальные экскурсии в окрестностях Наринмара. Это вот как раз вот район вот озер Копылты и Балбанты, которые у нас, в принципе, есть на сайте. Вот. Они где-то для каждого... Ну, почему индивидуальная экскурсия? Потому что она у нас... Копылты и Балбанты, она где-то порядком 4-6 часов, но людям, например, столько времени надо. Они хотят просто выехать в тундру, да, например, или проехать до какой-то там сопки по тому направлению. Вот. И каждый для себя просто... Или когда к ним гости приезжают, гости приезжают, им говорят, ну, люди неподготовленные, да, мы приехали в центр, надели, обули их, все. Ну, вот хотим показать просто вот тундру, вот ближайшее направление. И этот участок у нас, в принципе, отработан. Очень жаль, что в этом году у нас сейчас пока нету заявок на район Северного Тимана, который был востребован, очень востребован в том и в позатом году. Вот. Но это связано тоже с изменением цены. Именно с иногородними, да, туристами? Да, да. Наши, как правило, ну, для местных жителей это, ну, дороговато выходит. Вот. Более дешевые варианты у нас организовывала общественная организация «Белый лист», когда они самодеятельной группой собирались и вот на свободные места готовы были взять. Мы в таком отношении предлагаем, если у вас есть своя техника или техника родных, близких, знакомых, вы, в принципе, можете нанять нас, как гида-проводника. Это будет порядком дешевле все. Ну, оплата, естественно, расходов за гида-проводника, чем, допустим, местному жителю приобрести у нас поездку на тот же Северный Тиман. Вот. При организации группы это будет дешевле для наших. Конечно. Наташа, а ведете статистику, вот откуда наибольшее количество туристов к нам приезжает? Кто нас больше всех любит? Ну, пока это, наверное, Москва, да? Москва, да, она превалирует. Потом идет Санкт-Петербург, ну, и уже начинает появляться там, ну, и регионы как... Прямое сообщение с кем есть. Да, да. До Москвы два с половиной часа. Много интересных фишек придумывает вот Турцентр. Вот одна из них, что можно задокументировать факт пребывания за Полярным кругом. Вот как это происходит, и сколько уже гостей смогли получить вот такой необычный документ? Да, вот буквально совсем недавно мы начали выдавать такие документы, называется документ сертификата пересечения Полярного круга. На данный момент уже более 30 таких сертификатов выдано. Получить его довольно просто, достаточно просто пересечь Полярный круг на самолете, на автомобиле. Вот буквально недавно на мотоцикле пересекли Полярный круг, вот экспедиция за Полярный круг на мото была. Вот, и пересекаете Полярный круг, приходите в Туристский информационный центр или в Центр арктического туризма, и с радостью мы вам выдаем такой вот документ. А чья была идея создать вот этот документ? Интересно, и люди ведь идут, да? Да, это вот как-то родилось в преддверии Бурандея, в рамках обсуждения, чем бы таким вот, что предложить туристу такого интересного, чтобы вот осталось на память, что потом всем показывали, говорили, вот, пересек Полярный круг. И вот в процессе обсуждения родилась такая идея сертификата. Недавно прошло самое массовое, интересное, захватывающее мероприятие Бурандея. Много гостей приезжают на такие праздники. Есть ли, не знаю, возможности именно туристов привлечь на событийный туризм? Ну вот, если говорить о событийном туризме, то говорить можно, но на деле все может получиться иначе, потому что есть еще, может быть, наверное, другие мероприятия всероссийского масштаба, и, возможно, органы власти у нас тоже адаптируются к ним. Поэтому в этом году мы планировали под это событие привести туристов, но сначала выкладывали, была одна дата озвучена, потом она сместилась и на более ранний срок. А вообще люди интересуются, да, Бурандея, по опыту прошедших лет? Много приезжают? Многие даже о нем не знают на самом деле. Мы в рамках просто своих предложений, вот, тот же, скажем, экскурсия «Один день из жизни оленеводов» или экскурсионная программа «Увезу тебя и в тундру», там просто из нее один блок убираем и заменяем вот этим вот событием. Люди, то есть, приезжают конкретно, они видят, они и так, в принципе, приезжают по этим программам, но когда они еще и посещают вот такие вот массовые глобальные соревнования, события, это тоже в гамму всех вот этих вот эмоциональных воспоминаний. Ну, достаточно интересно, особенно смотреть, как наши гонщики ездят. Сохватывающе, да. А в информационном центре есть свой сайт, я так понимаю, да? Там тоже можно? На базе сайта «Визитнау». На базе сайта. «Визитнау» все можно посмотреть, что где увидеть, что интересно. Да, в принципе, всегда на сайте «Визитнау» была аккумулирована информация о достопримечательностях округа, о всех туристских возможностях. А статистику ведете часто ли заходят вот на этот сайт, смотрят, интересуются? Да, у нас, конечно, есть статистика, и статистика довольно такая благоприятная. За год более 30 тысяч уникальных посетителей. Ну, это на самом деле большая цифра достаточно, да, для нашего региона. Да, а наиболее востребованные у иностранцев маршруты-то какие? Ну, это, наверное, все, что связано с этнографией. Да, наиболее впечатляют это выезды в тундру, посещение стойбищ. Ну, и если это все еще сопроводить северным сиянием, то просто влюбляются всем сердцем в Арктику. Отзывы хорошие, да, я так понимаю, большинство туристов. Хотят ли они приехать еще раз? Хотят, хотят зачастую, потому что в процессе вот этих вот экскурсий мы же делимся еще и своим опытом, своими впечатлениями, своими эмоциями. Вот у нас достаточно большой эмоциональный банк, вот, уже сформирован. Вот у нас самих у проводников, у сотрудников центра много где были, и поэтому, ну, мы это как у нас, как трелька, какая-то песнь излагается, когда мы рассказываем о тех местах, которые мы посетили. И люди, да, они с восторгом слушают и хотят оказаться там же, допустим, в тот же период времени, в том же районе местности. Поэтому единственное, на перспективу они смотрят, как бы они могли свои, допустим, отпуска адаптировать под эти приезды, в какое лучшее время. Ну и, безусловно, обсуждают ценовую политику этого выезда, потому что, ну, кто-то готов один ехать, кто-то не готов один. Или, например, цена не устраивает, потому что, ну, когда группа, оно все подешевле выходит. Потому что, когда ты один, то вся финансовая нагрузка ложится на твои плечи, все, что связано с твоим путешествием. А так, по крайней мере, транспортная составляющая, там, размещение, это уже разбавляется по членам группы. Понятно, что нам надо двигаться вперед в плане туризма. Вот какие шажки нужно сделать, чтобы привлечь туристов и сделать интереснее программу? Наталья, вот как вы видите? Наверное, Алексей наиболее компетентен. Это больше удобства для туристов, да? Что нам не хватает? Нам кадров не хватает. Вот нам бы детско-юношеский туризм начать поднимать, потому что это как раз, это те люди, на которых потом так же будет держаться вот эта вся туристская система, весь туризм в Нейском автономном округе. У нас сейчас проблема в том, что у нас буквально, я даже могу перечислить отдельные фамилии, кто способен возить в любую часть Нейско-автономного округа. Да, у нас есть люди, которые знают местность, но они знают определенный участок местности или не готовы в другой район ездить. Например, вот они вот мотались, допустим, на том же снегоходе, там, квадроцикле, на какой-то иной технике, вот по определенному участку. Да, они здесь могут работать. Нам нужны универсалы, которые... А их воспитать сможет только детско-юношеский туризм. Я с тобой согласна, да. И, наверное, какие-то этнические, национальные кадры, да, которые вот сейчас вот это поколение уйдет, да, с чем мы останемся? Ведь ненецкий язык, а эту культуру, да, очень мало. Вот в части этой бы тоже хотел добавить, например, вот нам надо расширять территорию, посещение ненецких стойбищ, оленеводческих бригад. Потому что вот мы конкретно, мы работаем с одной, но она удалена, допустим, на 110 километров. Есть бригады ближе, но с ними не получается пока наладить взаимоотношения. У коллег там тоже есть варианты. Но чем эта база будет шире? Потому что сколько бы туристов к нам не приезжало, вот, сколько бы гостей у нас не было, они говорят, да, вот то, что у вас в центре стоит чума, это все замечательно, это все прекрасно, но мы не хотим видеть туристические объекты. Мы хотим видеть реалии жизни, как оно есть. И поэтому, пожалуйста, везите нас туда, мы готовы за это платить. Вот, но не везде и в большей части не готовы принимать. Не просто потому, что не хотят еще чего-то, но образ жизни, образ жизни у них такой, что вот большая часть времени у них, да не большая, вся часть времени занята выпуском олене, организациям быта, условия жизни, то есть вода, дрова, помои. Понятно, да. Ребята, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в студию. Желаю вам таких творческих новых находок, интересных проектов, ну и развивайте наш туризм. А мы радуемся, что у нас есть такие молодые, красивые, креативные в Нинецком округе. Спасибо за приглашение. Приходите к нам еще, будем рады видеть. И вы к нам приходите. Обязательно. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о развитии туризма в Нинецком округе. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова